В соляную комнату ребятишки идут небольшими группами. Провести в ней им предстоит полчаса. Чтобы дети не скучали, для них сделана песочница из соли. Это не только развлечение, но и самое настоящее лечебное мероприятие. Такую профилактику воспитанники сада проходят курсами по 10 дней, каждые полгода. Соль же вытягивает, и вот если правильно дышать, всё, что у нас накоплено в организме, дыханием правильным соль будет вытягивать. И главное, очень правильно дышать детей. Закрываем глаза, сохраняем спокойствие, забываем о всем плохом, думаем только о хорошем. Шестилетняя Милана сама предложила проводить с однокрупниками уроки йоги. Дома она занимается с мамой. В саду идею охотно поддержали. Такие упражнения – один из надёжных способов профилактики ОРВИ. В эту же комнату приходят дети помладше. Дыхательную гимнастику с ними проводит педагог. Теперь, как собачки. Дыхаем носиком. Аф-аф-аф-аф-аф-аф-аф-аф. После сончаса малыши сразу попадают на специальную дорожку. Это закаливание по рижскому методу. Полоса ткани смочена прохладным раствором морской соли. Мальчики и девочки шагают по кругу. Сначала по влажной поверхности, потом по сухой и рельефной. Работники садика утверждают – стимуляция рецепторов на ступнях и ладонях отлично мобилизует иммунную систему. Мы ладошки разогреваем. Давай, еще ладошки разогреваем. Разогреваем ладошки. Ладошки обязательно надо разогревать. Если ребенок, несмотря на все меры предосторожности, все же заболел, его нужно оставить дома, даже при малейших признаках простуды. В саду без лечения ему станет только хуже. Кроме того, в сезон респираторных инфекций специалисты советуют не посещать с детьми общественные места. Например, не ходить с ними по магазинам. При желании можно поставить прививку. Некоторые мамы считают, что прививка это как бы бесполезно. Но на самом-то деле, вот эта прививка от гриппа, она как бы способствует уменьшению риска осложнений, потому что мы знаем, что грипп не так опасен, как его осложнение. Для развития иммунитета детей в этом садике стараются использовать каждый уголок. Например, в коридоре на первом этаже повесили игрушки на ленточках. Когда дети идут из одного помещения в другое, они дуют на них и таким образом развивают свои легкие. Мария Антюшева, Андрей Крупнов, Новости.